Восточная шкатулка Есть ли у Китайской Народной Республики тоже какая-то эволюция отношения к талибам? Или константа и все, там ничего в этом смысле не менялось? На самом деле это очень простой вопрос, на который очень сложно ответить. Я сейчас поясню, о чем идет речь. Давайте поймем, какая вообще мотивация всей внешней политики Китая. Неважно, сейчас или 10 лет назад, или в глубокой древности. Мотивация, мы об этом много раз говорили, очень простая. Любой партнер хорош, пока он за тебя, пока он помогает с тобой торговать и пока есть какие-то связи, при которых, в данном случае, Афганистан, Талибан готов принимать Китай в качестве главного ведущего партнера. Вот в этом смысле китайская политика, как ни странно, значительно более цинична, чем многих других стран. И самое главное, из-за этого она очень гибкая. И Китай как раз попадал, мягко говоря, в просак. И более того, Китай попадал во многие конфликты именно из-за того, что Китай пытался делить мир на хороших и плохих, на наших и не наших. Ну, например, как в культурную революцию. Именно тогда это привело к чудовищному разрушению всей внешней политики Китая. Вот это было выпадение как бы из норматива. А норматив, он торговый в Китае. И вот сейчас, точнее, изначально, как только Талибан приходит к власти в Афганистане, Китай сразу же начал с ним переговоры. Они, понятно, почему? Потому что, ну, прежде всего, для Китая важно, чтобы, так сказать, хеджировать риски по одному из важных транспортных коридоров. Это транспортный коридор, который называется Китай-Пакистан-Афганистан. Точнее, Китай-Афганистан-Пакистан. Дело в том, что еще до 2013 года, до того, как Китай провозгласил свой пояс и путь, он был формально провозгласен в 2013 году, Китай начал активно вкладывать средства в порт Гвадар в Пакистане. Очень важный порт для Китая и вообще для Пакистана, как раз в Индийском океане. И идея Китая была, как всегда, очень проста. Построить новые портовые сооружения, через Гвадар ввести китайские грузы в Европу. И тем самым обходить не очень дружественную Индию. Но надо до этого порта еще и довести. И вот поездка по железной дороге через Афганистан казалась самым простым, самым правильным выходом. Но тут случилось то, что случилось. Сначала в Пакистане несколько раз менялось правительство, причем каждое новое правительство обвиняло предыдущее в том, что они брали взятки или каким-то образом незаконно использовали китайские деньги. Китай отмалчивался, потому что в данном случае это действительно не вина Китая. Китай передает деньги официальным правительственным кругам, а те уже их каким-то образом распиливают. Но, конечно, в целом проект не удался. И тут еще и Афганистан начинается, там известные события. Поэтому для Китая было очень важно переналадить отношения, чтобы сделать безопасным этот путь. Это первый момент. Второй момент. В Афганистане самое крупное в Азии залежи медной руды. И Китай к ним давно подбирается, потому что это электроника, это космос, это провода и многое-многое другое. У Китая есть своя медная руда в очень небольших объемах. И Китай уже еще до прихода талибского правительства к власти, он неоднократно предлагал Афганистану начать разработку, потому что у Афганистана нет ни своих специалистов, ни своего оборудования. Поэтому, в общем, была достигнута какая-то предварительная договоренность. Опять обрыв. Ну и наконец, третий момент. Может быть, его вообще надо было ставить первым. В Афганистане довольно много редкоземельных металлов. А как известно, Китай методично монополизирует рынок редкоземельных металлов. И по разным подсчетам, они разные, но они американские в основном, у Китая находится под его, так сказать, контролем от 90 до 92% всех редкоземельных металлов. И это очень мощный рычаг для давления на любую страну, прежде всего на те же самые США. И, как известно, редкоземельные металлы также используются во всем, от электроники до космоса и в украшениях, но уже в меньшей степени. И если можно было бы взять под контроль афганские месторождения, то, считай, как говорится, круг замкнулся, и все было бы нормально. Это вот то, что Китай хотел от Афганистана. И поэтому он сразу начал с Талибана вести переговоры. Что Китай боялся, чего опасался? Китай, конечно, опасался мусульманской инфильтрации, исламской инфильтрации в Китае, потому что все это очень близко к взрывоопасному китайскому району Синьцзяну. Уйгуры, мусульмане Китай очень аккуратно их контролируют. Постоянно раздаются обвинения, что он создает там то, что обычно называют концлагерями. На самом деле места, в которых ограниченно можно передвигаться. То есть люди живут действительно на казарменном положении. Никаких там концлагерей, конечно, нету. Но, в общем, довольно жесткая дисциплина на заводах. И если, например, каким-то образом из Афганистана начали проникать бы террористические элементы, для Китая это было бы, конечно, очень большой проблемой. Перешейк, через который можно из Афганистана пройти в Китай, очень невелик, там 40 километров. То есть его можно технически охранять, но, как известно, было бы желание. И вот сразу же, как только новое афганское правительство приводит к власти, Китай начинает с ними переговоры. При этом Китай никогда не отказывался от главного тезиса, что Китай борется с тремя типами зла. Это сепаратизм, терроризм и экстремизм. В общем, это то, что влегло в основу ШОС. Но Китай сразу же начал говорить, что талибы, мы вас не очень, конечно, любим, но мы готовы финансово вам помогать, мы готовы вам давать специалистов, чтобы управлять хозяйством. Потому что у талибов не очень большой опыт управления хозяйством. Но главное, чтобы вы держались в рамках своей территории. И даже появились разговоры, я сам их слышал в Китае, на научных конференциях китайских, где выступали и экономисты китайские, и бизнесмены, которые говорили, вот мы готовы прямо сейчас войти в Афганистан и строить, вкладывать вот в этот меднорудный завод. Но потом все рассосалось. Это великая тайна, что произошло. Насколько я могу понимать по костным упоминаниям, стало понятно, что сами по себе, даже талибы, не гарантируют безопасности инвестиций и безопасности сотрудников, которые там работают. Но что удалось добиться? Вот обратите внимание, за последние годы, за все годы, точнее, правления Талибана, который, вот не надо скрывать, не надо даже как-то пытаться смягчить ситуацию, это жесткий, фундаменталистский ислам. Ислам, который действительно пытается прийти ко многим изначальным смыслам ислама. Кому-то это нравится, кто-то по этому пути следует, для кого-то это просто дикость. Но в любом случае, вот надо понимать, что внутри Афганистана светская власть, она практически закончилась. Но при этом никаких туристических актов, по крайней мере зафиксированных, которые сходили бы из Афганистана и шли бы от Талибана, не было за последние годы. Ни по отношению к Китаю, ни по отношению к России, ни по отношению, например, к близлежащим районам Центральной Азии. Я имею в виду Казахстан, Узбекистан и так далее. Это то, что все опасались. Вот это тоже называется real politics. Реальная политика, очень неприятная она свой, на первый взгляд, очень циничная, но на самом деле может быть реально единственное возможное в этой ситуации. Мы должны понимать, что вообще Центральная Азия, или как ее часто называют в такой британском манере, внутренняя Азия, она крайне сложный конгломерат разных исторических, религиозных идей, нравов, разных этнических групп, разных языков. И вот так получилось, что есть две страны, это именно Китай и Россия, которые, конечно, в области развития технологий, образования, светского воспитания находятся, ну, на века впереди Афганистана. На века просто. Хотя, кстати говоря, напомню, что афганская культура, традиционная культура была когда-то очень высокой, и более того, через Афганистан проходили многие торговые пути в Афганистане. Собственно, на территории Афганистана находилась Бактрия, через которую шли многие буддистские путешественники, Великий Шелковый Путь. На территории Афганистана находились святыни, так называемые, греко-буддизма, то есть смешение греческих, точнее, античных и буддистских веяний, и там были центры культуры, были свои училища, были свои мастерские. В Афганистане то, что, собственно говоря, к сожалению, было уже уничтожено. Огромные статуи Будды, сделанные в горах. То есть Афганистан некогда был очень высокой культурой, но в связи с историческими причудами, потом в связи с тем, что Афганистан неоднократно пытались захватить англичане. И вот, в общем, из-за этих исторических качелей мы видим, что Афганистан действительно резко пошел назад. Афганистану предлагали многие модели, британская модель, например, советская модель во время Бабрака Кармаля. Они не удались, ни та, ни другая. Светского Афганистана не состоялось, хотя, конечно, были светские университеты. Мы когда-то готовили, в том числе в моем родном институте, мы готовили специалистов-афганцев, которые в дальнейшем работали в Афганистане. Но факт с этим фактом. Сегодня это не светское государство. И вот в связи с этим Китай выбрал самую главную тактику. В Китае не обсуждают, хорош или плохо мусульманский экстремизм. Он однозначно плох. Вот здесь, как говорится, нет никаких других вариантов. Зато в Китае четко подходит к тому, что хороши все действия, пока это обеспечивает безопасность северо-западных китайских границ. В чем еще для Китая это важный момент? Северо-запад один из самых неразвитых китайских регионов. И, может быть, мы сегодня еще поговорим о неразвитости многих китайских регионов. И вот с этим неразвитым китайским регионом, как его пытаются возродить, напитывают деньгами. Там Синдзян, там кусок Тибетского на горе туда распространяется. И вот центральное правительство вкладывает гигантские деньги. И надо сказать, что пока все идет там более-менее хорошо. То есть никаких там ни голода, ни восстаний за последние десятилетия там нет. Более того, вот мне пришлось недавно побывать в этом регионе. Ну, в общем, все выглядит более чем прилично, и рынки работают. Но если вдруг начнется что-то в соседнем Афганистане, это может сразу отразиться на Китае. И вот, возвращаясь к нашей ситуации, к российской ситуации. Мы все-таки, наша политика, она более западного образца. Имеется в виду не прозападного, а именно западного. Просто есть азиатская система политики и западная система политики. Западная система политики всегда разделяет мир на союзников и соперников. Всегда включает очень важный элемент такой, как идеология. Нравится мне или не нравится идеология соседа. И это, кстати говоря, очень хорошо видно, за что критикуют Китай или, например, Северную Корею. Американцы, я имею в виду, за коммунистическую идеологию. На самом деле, это очень такое, прошу прощения, лобовое, ходульное определение. Но зато все очень просто. Коммунисты – это плохо, комикс – это ужасно, а в США – это хорошо. То есть, вот такое разделение, то, что мы в науке назвали бинарная позиция за наших и против наших. Политика в Азии строится по-другому. Она строится абсолютно чаще всего по типу тактических союзов, когда называются вертикальные и горизонтальные союзы, то есть, как на карте располагаются страты. И она исходит исключительно из того, что союзник может превратиться в соперника, в торгового соперника, в союзника. Но самое главное – все хорошо, пока идет обмен технологиями, торговлей, товарами. Собственно говоря, на чем и живет Китай, в общем, все страны Юго-Восточной Азии. Вот это не значит, что китайская политика более удачна, более успешна, чем американская. Пока, да, действительно США контролируют и Европу, и часть Африки, и Латинская Америка. Все правильно. И это не значит, что нам надо вдруг взять, отказаться и перейти на какой-то другой тип западной политики или азиатской политики, потому что это не вопрос желания, это не в приказном порядке. Это то, что, грубо говоря, рождается у нас изначально, как говорится, с молоком матери. Мы разделяем мир на хороших и плохих. Это заложено там в глубинах культуры. Вот когда мы сейчас загнали ситуацию в тупик, мы там объявляем какое-то правительство или какое-то движение террористическим. И после этого нам очень сложно, как говорится, провернуть фарш назад. Потому что что было бы, наверное, рационально с точки зрения именно внешней политики? Ну, сказать, что талибы, даже как китайцы, мы вас не любим, мы понимаем, мы не разделяем ваши взгляды, мы считаем, что женщины тоже могут проходить обучение в университетах, но мы вообще не влезаем во ваши внутренние дела. Это то, что у вас творится. И если нравится кому-то так жить, ради бога. Мы единственное, что хотим, чтобы была безопасность по границам, чтобы была безопасность во внешней торговле, чтобы при необходимости могли бы прокладывать наши торговые пути или, скажем, газопроводы, если понадобятся, через вашу территорию и просить, требовать, точнее, от вас безопасность. Вот это абсолютно прагматичный, аполитичный и очень циничный подход, который сразу будет вызывать очень много критики, то, что я сказал. Потому что вот на чем базируется еще западная политика? Западная политика, мы об этом много раз тоже говорили, установила некий норматив, который теоретически должен быть во всех странах мира. И вот если страна выходит под этого норматива, она является врагом или стороной отсталой. И именно в рамках этой политики США объясняют, как должны управлять китайцы своим Китаем, как афганцы должны управлять своим Афганистаном, почему это плохо, почему это хорошо. То есть каждый раз объясняют, какова должна быть внутренняя политика. Вот на этом вообще базируется западная политическая, празелитская идея, которая, наверное, исходит именно из христианского празелитизма, когда приходили христианские миссионеры и говорили, что ребята, верить в ваших богов – это плохо. Сейчас мы вам объясним, каких богов надо верить. Вот на самом деле эта попытка пропаганды во внутренних делах, она сохранилась. И поэтому сразу же, как только сейчас Россия пойдет на взаимодействие с Талибаном углубленным, там, предположим, что снимут различные обвинения или найдут правильные формулировки, я не буду их подсказывать, но их можно найти, то сразу же будут говорить, смотрите, Россия же поддерживает терроризм, у них там лучший друг кто? Северная Корея и Талибан. Вот до чего они докатились. Вот это и есть сложности восприятия мира. Поэтому, честно говоря, я, опять-таки, с точки зрения прагматики, чтобы просто не уходить от ответа, я честно скажу, я считаю, что действительно надо нам сейчас дружить со всеми абсолютно, кто может обеспечить безопасность и торговлю через наши территории. Мы не обязательно должны их любить, мы не обязательно должны говорить, что нам нравится их поведение. Нет, нам не нравится, мы его не приемлем на территории России, не допустим на территории России. Но на территории других стран, ну что, хорошо, люди сами выбирают себе правительство, президентов и образ жизни. Поэтому вот здесь нам придется выкручиваться. Я думаю, что в конце концов мы найдем очень мягкую формулу по отношению к Талибану. И это важно, потому что Афганистан наверняка хотят включить во многие международные проекты. не буду утверждать, что, например, он станет частью ШОС, это пока до этого далеко, но наверняка вот всякие международные союзы, да, вот вполне возможно, что Афганистан и там расцветет.